Женщины требуют равноправия. И в результате они страдают постоянно в отношениях, потому что мужчина не раскрывается в таких отношениях, где равноправие. Потому что женщина психически сильнее и никакого равноправия здесь нет. Если женщина диктует свои права, мужчина не может с этой силой совладать. Женщина психически сильнее мужчины. Приведу пример, допустим. Вы обиделись на мужа. Ваша обида проходит за несколько дней. Его обида проходит за один час. Вы считаете, кто сильнее? Вы. Ему приходится перед вами прыгать, лазить, просить прощения всегда, а вы будете наглеть. Почему? Потому что ваша психика сильнее, а вы прощаете за несколько дней. Он не может так долго ждать. Он уже простил давно. Понимаете, у женщины психика более мощная с точки зрения отношений. Бог так сделал. Допустим, вы помните все его недостатки постоянно, всю жизнь. Он ваши недостатки всегда забывает. Он на какой-то один недостаток вам указал. Вы достаете пулемет своей памяти и начинаете ему. Тра-та-та-та-та-та, у тебя такие, 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 такие. И он, ааа, все. И он не может уже ничего сказать, потому что вы его победили памятью о его недостатках. Мужчина нет памяти о недостатках женщины, он смотрит на нее, все забывает. Но если женщина мудрая, она все это знает, понимает все это, законы, и она знает, что она все равно победительница в отношениях с мужчиной. Все, что ей в жизни нужно, она от мужчины получает по-любому. Поэтому мужчина в отношениях с женщиной ничего не получает по-любому. Ничего. Женщина все получает от него. И поэтому она дает единственное, что ему надо. Ему только одно надо. Чтоб вы ему сказали, да, мой дорогой, все будет так, как ты хочешь. Хотя вы знаете точно, что будет так, как вы хотите. Вы ему должны об этом сказать. И ему это достаточно. А потом, допустим, он вам говорит, все, в этом месяце на одежду не тратим деньги, надо копить. Вы говорите, да, мой хороший, согласна, надо копить. Все, он расслабился, все. Ему хорошо, что жена совсем согласна. Вы подходите к нему и говорите, слушай, носочки надо купить. Давай купим носочки. Он говорит, ну ладно, в качестве исключения. И потом месяц заканчивается, посмотрите, вы покупали столько же покупок сделали, лишь скукой в прошлом. Ну только вы их делали без скандала, понимаете, без напряжения, потому что вы просто смиренно подходили, говорили, надо очень сильно. Он говорит, конечно, без проблем. Почему? Потому что мужчина, когда чувствует, что женщина ему подчинена, от нее исходит энергия любви, он для нее что хочешь готов сделать вообще. Мужчина по природе очень щедрый. По природе мужчина очень щедрый. Он хочет себя жертвовать трудом и отдавать деньги. Это для него самопожертвование. Это для него нормальная жизнь. Мужчина жертвует свои деньги женщине. Женщина жертвует мужчине свою заботу. Женщина заботливая по природе. Ей заботиться вообще ерунда без проблем. А мужчине отдавать подарки, дарить без проблем. Мужская забота очень тяжелая. Мужчине заботиться тяжело. Приготовить еду, помыть полы ему очень тяжело. Его забота очень тяжелая. А у женщины деньги тяжелые. Мужчин, не дай бог вам на деньги жены жить. Знаете, проклятие. Проклинаю. Пусть этот человек живет на деньги жены. Все это проклятие. Самое тяжелое. Почему? Потому что деньги жены горячие. Она никогда не забудет, что ты их на себя потратил. Будет всю жизнь помнить. Она тебе ее деньги, которые ты на себя потратил, вспомнит всегда. Потому что она для себя зарабатывает, женщина. Больше не для кого. Она не может для мужа зарабатывать. А когда муж зарабатывает, женщина эти деньги своими уже заранее считает. И мужчина про них забывает сразу же, как только отдал жене. Мужские деньги легкие, мужская забота легкая. Женская забота легкая, мужские деньги легкие. Но есть одно правило. Тот, кто сильнее, должен быть слабее. Если мужчина благородный, он никогда не будет указывать на слабый характер женщины. Женщина капризничает, он принимает. Он знает, что она слабая. И поэтому она капризничает, он не обращает внимания. Потому что он мужчина настоящий. Точно так же женщина должна знать, что если принимается решение в семье, никогда женщина не должна быть против мужчины. Потому что она ранит его в самое сердце в этом случае. Он сказал, что вот так будет. Надо согласиться всегда. Знаете, что все равно все будет по-вашему. Я вам обещаю. Просто согласитесь, и все будет хорошо. Это признак разума. Только разумные женщины так делают. А глупые всегда сопротивляются. И поэтому всегда мучаются. Потому что мужчина, он может быть или, ну как бы, ласковым медведем, или петухом. Или он воюет, или лежит на печке. Понимаете, у него два варианта. Если вы из него петуха делаете, то есть, понимаете, с петухом разговор короткий. Он может только кукарекать и сражаться, и все. У него нет другого вообще опции другой жить. Если вы его петушите, он будет вас бить, мучить, сражаться. И сам даже не будет понимать, как он руку нанес. Потому что вы его петушите, вы не соглашаетесь с ним. Значит, он становится петухом, понимаете. Он начинает прыгать на вас, кидаться. Он просто хочет только одного, чтобы вы согласились. Больше он ничего не хочет вообще. Потому что если вы не соглашаетесь, его жизнь разрушается. Он должен женщину контролировать ее жизнь. Если он чувствует, она бесконтрольная, она разрушает свою жизнь, он разрушает свою жизнь тоже. Потому что он отвечает за женщину. Она отдает ему свою судьбу. Он за ее судьбе в распоряжении. Поэтому он должен быть уверенным, что все будет хорошо с ней. Поэтому он принимает решение. Вы согласитесь. И он успокоится. И потом все будет по-вашему. Как сделать что? Как сделать, чтобы было по-нашему? Сейчас объясню. Я привяжу такой пример. Допустим, вы хотите платье, да? Ну, хотите. Женщина, когда чего-то хочет, она не может это отменить. Знаете об этом, нет? Вот мужчина может отменить. Допустим, он хочет пожрать, жрать хочет. Пришел, жрать хочет. Жена говорит, жратва не готова. Он ходит, ходит. И все, раз, отменил. Уже не хочет жрать. Но женщина отменить не может. Ее желание в шесть раз сильнее. Мужчины должны это знать. Женщина отменить не может свое желание. Она вроде бы отменила, она опять лезет наружу. И опять лезет наружу. И она садится и плачет просто. Она обещала мужу, что в этом месяце платье просить не будет. Садится, плачет просто. Он подходит к ней, что плачем? Она говорит, не скажу. Чего плачем? Я дура. Почему дура? Не скажу. Скажи, пожалуйста. Скажи, я все пойму. Скажи, пожалуйста. Почему плачем? Почему дура? Потому что я хочу платье. Слезы направлены на себя, размягчают сердце мужа. Не на него, а на себя. И он дурак, что платье не покупает. А я дура, что хочу. Все. У него сердце тает. Допустим, он сказал, да, дура, нельзя платье хотеть. И пошел. Может быть такой. Это крайний вариант. Жестокий вариант такой. Все равно у него в сердце нежелание покупать платье стало на 50% меньше. Он уже растаял. Слезы женские направлены на себя, разрушают все препятствия в сердце мужа. Все до одного. Второй в ваш раз заплачете, он даже подходить не будет, платье принесет. Теперь поднимите руку мужчины, которые считают, что это не так, то, что я сказал. Кто из вас не купит платье, если женщина плачет, не вас критикует, а себя? Кто из вас не купит платье? Кто не пойдет и не купит ей, чтобы она была счастлива? Если она смиренна. Видите, ни один мужчина не поднял руку. Значит, все купят. А? Боятся, да? Хорошо. Поднимите руку мужчины, которые купят платье. Купят в этом случае. Вот, пожалуйста. Все подняли руки, никто не боится. Чего вы их, мужчин, порочите? Мужчины щедрые по природе. Женщины, вы просто не знаете. Вот в этом вся проблема. Женщины не знают мужчин, мужчины женщин не знают. Мужчины щедрые. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу блага дарить, что свела меня с тобой? Я тебе подарю, может, эту зарю. У меня для тебя невозможного нет. Это мужская психика, понимаете? У каждого мужчины такой характер. Он готов ради жены даже свою жизнь отдать. Вы об этом не знали? Мужчины идут, воюют, отдают жизнь ради жены и детей. Отдают свою жизнь даже женщины. Не поднимая руки. Не оскорбляйте мужское начало. У вас, в Туркменистане, в именах часто, ну как бы часто есть слово цветок. Гуль, да? Гуль-нар, гуль-зур там и так далее. Гуль-цветок. Это не случайно. Потому что, поймите такую вещь, что мужчине нужен только цветок. Ему больше ничего не нужен. Ему нужен цветок. Рядом с собой в жизни. Для женщины стать цветком – это большая победа. Потому что, ну как бы, судьба может вовсе не приносить ощущение цветка. Ну, женщина делась для того, чтобы любить и быть любимой. Но надо стать сильнее судьбы. То есть, как бы тяжело тебе ни было, надо все равно улыбаться, дарить счастье. Учиться быть сильной. Если вы будете жить в одиноком, вот этой, вот одинокой пустоте, в которой вы сейчас находитесь, то одну так и всю жизнь проживете одна. Надо начать улыбаться. Ну-ка, улыбнитесь мне. Вот, какой цветочек у нас вышел на лекции. Улыбайтесь. Любите людей. Станьте сильной. Мужчину невозможно, как бы, просто так вот. Вот некоторые женщины думают, ну где мужики вообще? Почему никто не проявит сострадание, не возьмет меня замуж? Мужчины из сострадания замуж никого не берут. И вообще они как бы хотят с женщинами наслаждаться, они хотят использовать их тело, а ответственность за них не хотят брать. Поэтому единственный выход – стать цветком, который будет сшибать с ног мужиков. Надо стать таким сильным цветком, чтобы на вас посмотрел человек, который должен быть с вами. И как бы, все, я готов целовать песок, по которому ты ходил. Вот, то есть, станьте сильной. То есть, женская сила – это красота. Здесь нет никаких других объяснений. И некоторые женщины говорят, я не могу выйти замуж столько-то лет, столько-то лет. Это значит, столько-то лет вы не цветок. Вот и все. Станьте цветущей, станьте сильной в своей красоте. Красота женщины – это милость для всех. Когда девушка красивая, она дарит счастье всем вокруг. Красота – это аскеза женщины, это недостояние. Некоторые женщины думают, ну что, если я некрасивая? Человек родился женщиной, всегда он красив. Все женщины красивые. Надо просто заставить себя быть красивой. Нельзя быть несчастной, пасмурной, депрессивной, ленивой, одинокой, уставшей, замученной. Женщина не имеет права так жить. Ее природа – быть счастливой, доброй, отзывчивой. И постоянно быть в отношениях цветов, он должен пахнуть. Никому не нужны цветки без запаха. Запах означает отношения. Надо быть в отношениях. О, совсем другой вид. Вот сейчас вы начали, в это настроение вошли, в которое я вам говорил. Все, больше нечего говорить. Вот это другое. Все, вот такой будьте всегда, как сейчас. Итак, природа – это очень важно, пожалуйста. Важное отношение к людям. И дальше Бог, уже Господь. Господа постичь тяжелее всего, очень тяжело. Он нам себя дает с самого начала. Вот ваша культура, в которой вы живете, она не зря возникла. Мусульманская культура. Не зря возникла в вашей жизни. Вы родились в ней, эти отношения, уважение к старшему и так далее. Это Бог стучится в вашу дверь, через культуру, в которой вы родились. Не меняйте веру. Вы слышали лекции Олега Геннадьевича, понравились Веды. Не меняйте веру. Может понравится все, что угодно. Как много девушек, хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна меня тревожит. Одна меня тревожит. Не надо, чтобы все тревожили. Когда человек через культуру начинает ведить отношения между людьми, уважение друг к другу, уважение. Мне вчера один мужчина, такой пожилой, такой идиот, Олег Геннадьевич. Он захотел мне подарить одну вещь. Он подарил мне шапочку, которая означает уважение. Это означает, что Бог живет в этой вере. Когда люди видят культуру, чистоту, отношения, это все Бог. Мы не знаем об этом ничего. Потом человек погружается дальше, он видит культуру. Ему нравится вот такое, нравятся такие отношения, как среди людей в моей вере. Ему нравится. Значит, он верит в Бога уже. Ему нравится вот такая среда, культура, это вера в Бога. Потом дальше будет глубже. Но глумеда может прийти только через личность, через человека. Когда вы увидите человека в своей вере, в своей культуре, который по-настоящему верит в Бога, это очень большая редкость. Именно по-настоящему, очень большая редкость. Вы поверите в Бога. В своей вере, в своей культуре. Ничего не надо мне. Если у вас нет веры, говорите, я что-то не вижу здесь веры. Смотрите лучше, внимательнее. Бывает, что человек живет в одной культуре, у него другая вера. Допустим, я живу в православной культуре, в России, у меня другая вера. Это не значит, что я не уважаю эту культуру. Не значит. Я люблю. Ну, бывает, что другая вера. Человек живет в этой культуре, а вера другая. Бывает так. Меня так Бог повел, дал мне эту веру. Но если человек не видит чистоту, не чувствует веру, жизнь не может быть глубокой. Не может быть. Я не так давно был потрясен одним открытием. Я с детства вижу один и тот же сон. Ну, то есть не с детства, где-то с юности. Один и тот же сон. И в этом во сне я вижу свою жизнь. События со мной происходят. Я их переживаю. Вот. Но недавно, буквально, может быть, полгода назад, я вдруг неожиданно во сне, вот опять же этот сон вижу, начал анализировать. А когда со мной это все происходило? Когда? Я начал хронологически вспоминать свою эту жизнь и увидел, что этих событий в моей жизни не было. Я очень удивился и начал сматриваться в этот сон. А он шел тем временем перед моими глазами. Этот сон шел. Я увидел, что здания другие, старые, люди по-другому одеты, все другое. Я понял, что это моя прошлая жизнь. Бог мне показал кусочек, а потом я дальше постепенно начал смотреть дальше, дальше, дальше и увидел детали. Увидел мою прошлую жизнь. Потом я начал, я Господь, я очень обрадовался, удивился. И в сердце, во сне прямо Господа спросил, а покажи мне до этого, что за жизни. И он не стал мне в деталях покаживать, он эмоционально, как волны такие, одна жизнь, вторая, третья. И смотрю, все похоже, одно и то же примерно. Я говорю, да все похоже, зачем это тогда надо? И ответ такой в сердце я не ожидал, в сердце ответ такой я получил. Ты видишь, что ты к этой прошлому не так сильно как бы относишься, как к настоящему. Тебе кажется, что это как бы все уже не серьезно. Даже в этой жизни, да? Прошлое вспоминаешь как-то, ну, ерунда какая, да? Мы не сильно переживаем, да? Но это же наша жизнь. Прошлая жизнь мы тоже не переживаем. Мы только за настоящее переживаем, правда? И я спросил, а что я не переживаю-то? Что мне вот как-то так вот? Ну, было и было. Вот это вот было со мной все. Неужели для меня это не важно, то, что все это было? И ответ, знаете, какой в сердце получил? У меня аж дрожь пробила. Ответ такой, ну, не так важно. Не так важно, что с нами здесь сейчас происходит. Не так важно, оказывается. И тогда я сразу, что важно, что важно. И я услышал такую теплоту, почувствовал теплоту, такую чистоту. И такой в сердце далекий-далекий ответ. А важно, что ты за эту жизнь хотя бы чуть-чуть ко мне стал ближе. Хотя бы чуть-чуть, мои хорошие. Вот что, оказывается, важно. И все в нашей жизни только для этого устраивает. Если вы чувствуете себя плохо, жить невозможно. Знайте, что это все устроено только для того, чтобы вы хотя бы чуть-чуть приблизились к нему. Через страдания человек приближается к Богу, когда он начинает. Или природой дышать, когда ему плохо. Или людьми. Или храмом. Но если он ничем дышать не хочет, значит, он точно загнется. Ему будет плохо опять в следующей жизни, пока он не поймет, что надо бежать туда, где есть Бог. Понимаете, Бог есть в природе, и Бог к ее красоте. Бог есть в людях, их чистоте. И Бог есть в алтаре. Бог в природе дает здоровье, Бог в людях дает социальную силу, Бог на алтаре дает победу над судьбой. Человек становится победителем в своей жизни. Если он сможет через святость, через святых людей перенять эту силу, тогда стресс заканчивается. Невозможно стрессу существовать, когда хотя бы один из трех этих источников Бога коснулся человека. Стресс кончается. Поэтому есть люди такие простые, они через природу в Бога верят. Они верят в солнце, поклоняются солнцу, верят в воде, там мать моржиха, поклоняются матери моржихе, там еще кому-то. Они на самом деле Богу поклоняются, но неправильно. Лучше этого не делать. Некоторые люди Бога в людях видят. «Первая любовь моя земная, утро моих глаз». Утро моих глаз, представляете? То есть, человек смотрит, насмотреться не может. Он Бога видит в человеке. Бог показывает ему самое чистое и светлое в близком человеке. И уже сливаются в дорогу наши две тропы. Будет дней, хороших очень много у моей судьбы. То есть, он уже будущее этот человек видит. Представляете? Он уже видит, что сливаются в дорогу. Просто вот он первая любовь почувствовал. Это божественная энергия. Через человека Бог действует, несомненно. Он дает огромное счастье. Бог именно, а не человек. Поднимите руку, кто меня во сне видел, я вам подсказывал, как правильно жить. Он так обрадовался. Я ничего не помню. Это был не я. Два раза был не я. Кто? Господь был. Сам Бог. Он в виде старшего приходит для того, чтобы вам дать знания. Вы не знаете об этом, но это чистая правда. Я его даже несколько раз поймал. У меня был такой случай. Вот Максим здесь есть, мой помощник. Я иногда поем, после еды ложусь отдыхать. Потому что первые половины дня очень интенсивно. Много работы. Отдыхаю. И Максиму говорю, Максим, разбуди меня, пожалуйста. А он говорит, я разбужу. И не разбудил. Вернее, я слышу. Олег Геннадьевич, пора вставать. Я такой встаю, говорю, Максим, спасибо тебе. А он говорит, а я забыл. Я тогда сел. Первое впечатление очень важное. Сразу после сна я сел, сразу. Начал вспоминать голос, который мне сказал, Олег Геннадьевич. Максим бы так сказать не мог. Никогда. Тот голос был такой уважительный. Олег Геннадьевич. Никогда мне никто так не говорил. С таким уважением, понимаете, я обалдел просто. Господь так уважает. Это отец всех живых существ. Он видел, даже помнит меня, как я был тараканом в прошлой жизни. Понимаете? Не знаю, там, может, не таракана. Я просто так предполагаю. Мы же даже всеми были, кем можно. И он так уважительный. Это сам Господь будет нас, понимаете? Когда вы говорите, рано утром, я встану в 5 утра. И раз, чувствую, пора вставать. Вы сами себе сказали. Или, допустим, я так не могу больше жить. Никого нет вокруг. Кому сказала? Легче стало сразу. Раз. Я не могу так. Легче стало. Кому сказала? Подумай. Это все Господь. Он живет рядом с нами. Нам помогает жизнь. Очень сложно это понять. Но когда человек это понимает, стресс, до свидания. Ваше чувство, что жить больше не могу. Вот женщина, то, что руки поднимали. Все проходит, это чувство проходит. Я вам точно говорю. Вот смотрите, вы садитесь, я вас вижу, все. Нет, не надо микрофон давать, сидите. Послушайте меня внимательно. Мы задаем вопросы и ответы для того, чтобы вы все услышали какую-то науку. Каждая ситуация жизни дает знания. Я сейчас вам расскажу это знание. Вот смотрите, оно ответит на многие вопросы. Вот смотрите, у вас идет трудность сильная с каким-то родственником. Это значит, судьба действует очень сильно на вас и будет вам мучить. Допустим, вы не можете ничего с этим человеком сделать. Вам очень больно отношения строить. И вы не выйдете выхода. А вы привязаны к этому человеку. Хотите через него испытывать любовь. А испытываете одни лишь страдания. И вы говорите, что делать? Слушайте меня внимательно. Вам надо внешне увеличить дистанцию до размеров спокойствия. Что значит увеличить дистанцию? Меньше разговаривать, меньше выяснять отношения, улыбаться, здороваться, желать счастья. Меньше выяснять, меньше прояснять, меньше общаться. Я не все сказал. Вас не устроит такой ответ. Потому что с близким человеком разрушать отношения невозможно. Потому что вы его любите. Поэтому знайте, что когда вы увеличили дистанцию снаружи, вам надо в это время начать делать то, что почти никто не делает. Вам надо садиться перед алтарем. Начинать молитву. Вспоминать маму и желать ей счастья во время молитвы. Постепенно у вас в сердце появятся глубокие сердечные отношения с ней. И тогда вы почувствуете, что у вас с ней все хорошо. Но при этом приближаться к ней все равно не надо, потому что опять будет обжигать. А придет время, если вы в сердце молитесь за нее, вас и обжигать перестанет. И вы тогда сможете с ней общаться нормально. Но все равно не так, как со всеми остальными. Всю жизнь все равно этот человек будет чуть-чуть мучить нас. Потому что тот, кто нас экзаменует в жизни, это никогда не меняется. Это на всю жизнь останется, но меньше, 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 меньше. Поэтому будьте осторожны. К огню, к огню слишком близко подходить не надо. Обожгет. Услышали меня или нет? Поняли, что делать? Пожалуйста, начните это делать. Вам будет в сердце легко, хорошо. И у вас жизнь вся наладится. Просто научитесь. Самое трудное это отодвинуться. Всегда хочется объяснить, доказать. Думаешь, я сейчас ему скажу, и он все поймет, и все закончится. Знаете, что он тут ни при чем. Ни при чем. Приведу сейчас пример, который меня просветлил. Меня просветлил. Один пример. Я изучал эту тему, на которую вы сейчас мне задали вопрос. И начал следить за своей жизнью. Слушайте все внимательно. Начал следить за своей жизнью. Что произошло? Бог мне показал все. Когда в тот момент, когда моя супруга, ее глаза налились твердой строгостью, и она начала меня отчитывать. В этот самый момент я посмотрел сквозь нее, что за сила ее настраивает против меня. Потому что я был уверен на сто процентов, что она неправа. На сто процентов. Мне было все равно. В это время я исследовал жизнь. Мне надо было понять, откуда несправедливость берется. Я начал смотреть сквозь нее и начал медитировать на источник, который меня разрушает. На то, что ей движет. Что ей дает чувство правды, справедливости и желания наказать меня. Что это за сила такая? Откуда она берется? Мне было важно понять. Я начал смотреть сквозь нее. И по памяти, вот по памяти о этой боли, которую я испытывал от ее слов, я начал смотреть сквозь нее. И увидел в том пространстве, в пространстве психики, в пространстве, которое нами не контролируется, которое выше нас, я увидел одну женщину, божественную женщину, которая была разгневана в это время на меня. Она на меня смотрела с гневом и хотела меня покарать. Но я даже не знал за что. Потому что та ситуация, которая возникла, она вообще ни о чем. Понимаете? Ни о чем. И я в этот момент, я вот не своей жене, а этой женщине, долю секунды, это было долю секунды, я просто мысленно сказал, прости меня. Я, правда, не знаю даже за что. Прости. Я буду стараться быть хорошим человеком. В этот момент она просветлела, просветлела там, ну как бы обрадовалась. И в ту же секунду, на полусловии, моя жена остановилась. На полусловии, представляете? Она как бы меня долбает. И тут раз, и все. И она говорит мне, я не знаю, зачем я тебе это говорю. Теперь слушайте дальше. Я понимал, что не только она мучитель меня, а также и я мучитель ее, но как не понимал. В тот момент, когда я вышел из равновесия и начал пытаться ее отчитывать, в этот момент я отвлекся от своего настроения и начал смотреть через себя, кто является источником ее боли и ее мучений. И не нашел этого источника. Как я не пытался себе доказать, что я не прав, отчитывая ее, я не видел своей неправоты. Бог не показал мне мучителя моей жены. Он мне внушал в сердце, что надо продолжать ее мучить. Представляете, какая это большая тайна. По этой причине мы и видим, что мучают нас ни за что. А то, что мы ни за что своего близкого человека мучаем, никогда не увидим. Понимаете? Никогда. Потому что это большая тайна. И поэтому у нас в сердце всегда есть вдохновение продолжать это делать, что я прав, я правильно ему все говорю. А источником является его собственная судьба. Отношение с высшими силами. Когда судьба его скажет все, достаточно, мы не увидим в близком человеке зла. Никак. Видите, как все устроено. Удивительно. Сегодня мы будем изучать тему стресса. Будем говорить о том, почему возникает тяжелый период в жизни. И сегодня уже время ответов на вопросы с одной девушкой это обсудили. И со вторым. Что бывает так, что в жизни у человека наступает тяжелый период. И мы не можем ничего с этим сделать. В это время становится тяжело. Человек чаще всего думает, что кто-то, какой-то конкретный человек виноват в этом. Такие тяжелые периоды также возникают не только между людьми в отношениях, но и между целыми компаниями, между странами возникают тяжелые периоды отношений. И в эти тяжелые периоды отношений время разлучает. Время разлучает. И очень важно знать, как правильно себя вести в этих ситуациях. Первое, что нужно понять, тяжелый период приносит боль. Когда человеку больно, он всегда думает, что кто-то виноват. Он не может сам принять эту боль. Он не может как бы согласиться с этим. и поэтому вот, поэтому он винит кого-то в своих проблемах. Первое правило, которое надо понять, если я вижу точно, что какой-то человек разрушает мою жизнь и абсолютно убежден, что это так, абсолютно убежден, что это так, шансов исправить ситуацию у меня нет. Если какая-то страна видит другую страну врагом, шансов не воевать нет. Если жена обидит своего мужа причиной своих проблем, что он во всем виноват, он разрушает мою жизнь, значит, шансов исправить ситуацию нет. потому что время, оно внося боль в нашу жизнь, первое, что оно делает, оно приковывает нас к этой идее, что кто-то другой виноват моей проблемой. Оно приковывает, заставляет нас так думать, так действует время. Если человек приковывается, то есть он попадает на эту удочку, а все приковываются, потому что когда больно, всегда кто-то виноват. Я вам читаю сейчас эту лекцию на эту тему. Буквально пару недель назад у меня возник конфликт с женой, и я прямо четко, ну, уверен был, что она виноват. Потом я думаю, ты чужие лекции читаешь на это делаю, что ты думаешь, что ты делаешь. Я так начал соображать, думаю, ну, так действует моя судьба, начал пытаться себя в этом направлении мыслить, и постепенно успокоился и пришел к выводу, что вот у меня сейчас просто испытание должно принять. Я принял, и сразу мне легче стал, я все простил, сразу простил. Видите, знание, оно очень помогает. Нужно знание, даже хотя бы чисто теоретически понять, что сейчас ты находишься в испытании, ты испытуемый, судьба испытывает тебя. итак, бывает в нашей жизни так, что кто-то, ну, какие-то проблемы бывают, да, но я считаю, что это просто мой тяжелый период жизни. Тогда нет никаких проблем, есть просто объем работы. Вот чем, допустим, немытая кухня отличается от немытой кухни? В одном случае это как бы наказание, господи, сколько же это будет продолжаться, немытой кухни. В втором случае человек моет, ему тяжело точно так же, но он не страдает. Страдание означает, что я не принимаю. Мне не нравится, что ко мне так относится, я не согласен с таким поведением, я вообще не хочу иметь такого человека рядом с собой. я не принимаю. Видите, сначала человек принимает, это первый шаг, первый шаг принятия. Но принять невозможно своими силами, для этого нужна сила какая-то свыше, иногда просто невыносимо. Нужна какая-то сила свыше, иначе принять невозможно. Эта сила свыше есть у нас у всех есть вера, можно в молитве почувствовать счастье в отношении с Богом. Это счастье, если вы в это время в время молитвы вспомните проблему, вам станет крепче воспринимать. Означает, сила времени тает под влиянием Бога. Тает, это надо знать. Это божественная сила, сила времени, она от него же исходит, от Бога. И когда мы к нему обращаемся, его вот эта сила, такая жестокая, жесткая, сила времени, она тает под влиянием его любви. более высокой силы. Так, сначала я вижу, что проблема есть, но я знаю, что это связано как-то с моей судьбой, а не просто с этим человеком. И он дал мне, значит, дан по судьбе мне этот человек. Мне тяжело, мне больно, но я принимаю ситуацию. Это первая стадия победы. Вторая стадия победы, ты начинаешь точно понимать, что в тебе плохого создает эту проблему. Одна женщина сегодня встала и говорит, Олег Геннадьевич, я точно знаю, что я имею вот эти проблемы. Я точно знаю, что я создаю проблемы мужчинам и так далее, начала говорить. Это значит, что она уже прошла и эту стадию. То есть, она точно знает, за что она наказана. Вот только с этого момента начинается победа над судьбой. До этого мы просто к ней идем. Представляете, такое открытие? Вот ты какой северный олень. Вот за что меня мучают. Понимаете? Вот что у меня там внутри сидит. Это открытие. Это надо увидеть. Это непросто. И человек, который это открытие сделал, он не знает теперь, что с этим делать, потому что он увидел такую трудность в своей жизни. Оказывается, все не просто так. Почему меня мучают всегда? Все не просто так. И так есть причина. Но вот что мне с ней делать? Если я начинаю на ней зацикливаться, я вообще теряю себя. Мне плохо становится, когда я думаю об этой причине, вижу ее. Хотя я знаю, что она есть. Знаете, что сам метод победы над судьбой ничего общего не имеет с мыслями о проблеме. эти мысли это все равно всего лишь диагностика. Мы не можем диагностировать, что у меня что-то проблема, проблема какая-то внутри. Мы не можем ее побеждать. Как некоторые люди думают, постоянно помни о своей проблеме. Но если ты будешь постоянно о ней помнить, ты с ума сойдешь. Она тебя замучает. Нет, мои хорошие. Если вы увидели, что тяжесть в сердце есть, значит, сердце не хватает света, там не хватает Бога. Не надо в это время думать о проблеме. Поняли, что вы виноваты, дальше молитва. Дальше отношения со святостью. Наполнитесь солнцем, наполнитесь чистотой для того, чтобы победить свою проблему. И она, несомненно, начнет таять, потому что вы будете думать о светлом, о чистом. Точно так же в женщине. Как ей понять, как ей выйти замуж? Если вы думаете, ой, я одна, грусть, тоска меня снидает, не женат, лишь я хожу. Ну, то есть, мне плохо, а мне так грустно без тебя. Ну, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это на самом деле не стресс. Это не стресс. Это всего лишь трудности в жизни. Некоторые трудности называют стрессом. Если говорить о техническом термине, то это больше похоже на стрессовую реакцию. То есть, мне стало трудно, как-то плохо, я с этим справился, и все, никакого стресса нет. Это называется влияние времени на человека. Оно влияет время на человека и приводит к его трудностям. Приходит время, становится трудно. Приходит время, становится легче. Это все по влиянию времени проходит. Но мы можем исправить ситуацию даже до того, как время облегчит нашу жизнь. Мы раньше можем победить судьбу, чем это даст возможность время. Это приносит огромное счастье. Когда человек видит другое с помощью силы воли, другое видит. Девушка видит красоту своей жизни. Она ради красоты родилась вообще-то? Она видит красоту своей жизни, а не утрату, не горький мед. Она видит красоту своей жизни. она становится очень сильной. Очень сильной. Выше женской красоты ничего нет в этом мире. Обладатель самой большой силы. Никто не может быть сильнее вас. Но надо это увидеть. Надо стать сильной. Вот молодец. Улыбаетесь вот так. С любовью, с силой улыбаетесь. Тогда все получится в жизни, все будет хорошо. Станьте сильной. Перестаньте находиться под влиянием разрухи внутренней, страданий. Сила человека всегда идет от Бога. Если человек поминует чистоту и силу, которые Бог ему дает, он становится сильным. А женская сила идет от Богородицы и от женского начала в Боге. В каждой вере есть это понятие о женском начале. Когда женщина настраивается на изначальную женскую красоту, которая имеет божественную природу, никто не может быть красивее. Она соединяется с этой силой, становится очень сильной, могущественной, как Лисон. Часто люди, когда им становится тяжело жить, они думают, что это потому, что кто-то в этом виноват. Мы все так думаем. Потому что когда нам больно, мы ищем источник боли и думаем, что вот он и есть причина. Но на самом деле причина гораздо глубже. Видите, я специально вам дал микрофон, чтобы на вашем примере показать всем, что наступает плохой период жизни. И это значит, что люди вокруг начинают становиться экзаменаторами нашей судьбы. Они нам делают экзамены разные. Сами того не осознавая, потому что им рядом с нами становится очень больно. хотя мы не хотели этой боли причинять. Вот это чувство тревоги это то, что у вас сейчас плохой период идет. Это чувство тревоги обязательно пройдет. Пройдет буквально полгода и оно пройдет, это чувство тревоги. Раскаяние скорее, вот это чувство раскаяния это чувство немножко жадности такое, понимаете? я вам объясню. Вот допустим, если я что-то хорошее увидел, но мне не досталось, я начинаю думать, ну что же я не увидел то раньше? Если бы я раньше увидел, мне бы досталось. Я не жалею ни о чем, осел фундамент креет как дом, то, что понято с трудом, то мне дороже. Не жалейте ни о чем, не смотрите прошлое в жизни, все, что мы получали, это закономерно, это нужно, это все хорошо. Не жалейте ни о чем, будьте счастливы тем, что есть сейчас. У вас есть много замечательных качеств, которые могут сделать вас счастливыми. Вы искренний человек, уважаете старших по природе, у вас такая природа уважать старших, уважительно к старшим относится. Вы терпеливый человек, можете терпеть. У вас есть один недостаток серьезный, это как бы иногда принципы выше людей для вас. То есть если вы сказали, что вот так должно быть все, хоть разбейся, ничего не поменяешь. Это неправильно. Надо всегда смотреть на человека, давать ему возможность исправляться, его ошибки прощать, дать ему возможность меняться к лучшему, ждать, терпеть. Это признак любви. Двум женщинам вместе жить нельзя. Сорок мужиков можно, двум женщинам нельзя. Женщины контролируют территорию, дуются, ходят потом друг на друга. Если что-то не так сделала, как она хотела, она вторая просто не может это терпеть. Начинается вот это противостояние постепенно. Не надо перемалывать надо, а надо просто думать о Боге, о святости. Дальше почувствовать счастье в сердце, потом вспомнить ситуацию, не перемалывать ее ситуацию, а просить прощения, прощать. То есть надо ее решать, а не перемалывать. Когда человек умственной деятельностью занимается, я так сделала, не так сделала, так сделала, не так сделала, это никогда не решает проблему, потому что проблема заключается в том, что вы совершили оскорбление. А когда оскорбление человек совершает, сколько бы он ни рассуждал, оно в сердце все равно остается. Единственный способ это просто не анализировать ничего, а просто просить прощения и прощать. И силы брать от Бога, силы брать от Бога. И потом вам просто раз легче становится и все. И вам не важно уже кто прав, кто не прав. Просто вы понимаете, когда человек ситуацию обсуждает, 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 это ведь никогда не закончится. Он меня бросил, я его бросила, я уехал, а он приехал. И там постоянно крутится, крутится это в голове. Это не помогает. Помогает только контакт с силой, которая дает счастье. Все. Если этой силы нет, значит человек тает, у него тает силы. Боль не дает покоя. Надо ее спятостью. Больше нет никакого способа. Или этот контакт с природой, если вы Бога не чувствуете с природой, контакт с людьми, с добрыми людьми. Вот допустим, кто вчера лекцию послушал мою, и вам стало легче на душе, спокойнее стало. Вот это то, что работает система. Люди, атмосфера хорошая создает, все люди добрые здесь собирают, слушают лекцию. все хорошие люди очень. И это счастье приносит. Просто посидеть с такими людьми, и то хорошо, не то, что там. Вам важно прийти в себя. Показал или не показал, это не важно. Вам важно раскаяться, попросить прощения, простить и прийти в себя. Когда человек успокаивается, когда вы станете спокойной, тогда вы все поймете, что было. Сейчас вы не можете понять, вы находитесь стрессовой реакцией. вы метаетесь, разум попран. Когда разум не работает, человек не может ничего понять. Чтобы понять, надо успокоиться. Это первая стадия. Не успокоился, ничего не понятно. Успокоился, все понятно. Такая система. Поэтому сначала мы успокаиваемся, успокаиваемся, а потом все поймем обязательно. Не надо сразу себя заставлять пытаться понять.